Активисты партийного проекта «Народный контроль» начали проверку наличия противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеках города. Наш корреспондент Наталья Матюшкина побывала вместе с общественниками в первом рейде. Первым рейдом активисты постарались охватить все аптечные сети города. Проверяют наличие и доступность противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. В такой период, когда взрыв такой эпидемии, есть ли у нас в аптеках маски для наших жителей? Есть ли самые обычные противовирусные препараты? Конечно. Вот какие вы рекомендуете нашим жителям в первую очередь? Ассортимент лекарств в аптеках широкий. В наличии как отечественные противовирусные препараты, так и зарубежные аналоги. Нет и дефицита защитных повязок. Запас достаточный. Маска рассчитана на два часа защиты. И лучше его носить не тем людям, которые не больные, а те, которые больные. Особое внимание народные контролеры уделили ценам, поскольку в ситуации подъема заболеваемости превышение стоимости препаратов недопустимо. Тем более тех, которые в этот период приобрели статус товара в первой необходимости. К примеру, стоимость одной медицинской маски в аптеках города варьируется от 5 до 13 рублей. Это дешевле, чем в большинстве регионов страны. Задача каждой сети аптек не завышать цены. Ни на противовирусные препараты, ни на маски. Это задача нашего правительства. Поэтому мы сегодня эти рейды проводим, чтобы действительно сдержать ценовую политику. Если мы выявим действительно такое нарушение грубейшее, то есть увеличение цены, нажиться на людях, поэтому мы будем принимать решения корзинальные. Мониторинг аптек на наличие медицинских масок и противовирусных препаратов, а также их стоимости проводят не только общественники, но и специалисты отдела развития предпринимательства администрации города. На сегодняшний день в наличии есть 2629 масок. Это на сегодняшний день. Но поговорив с заведующими аптек, естественно, есть и некоторая проблема в плане того, что у поставщиков, с которыми они работают, масок в наличии нет. По словам заведующих аптек, если честно, было сказано так, что спрос на маски немножко спал. Если на тех неделях был спрос, это по 100 упаковок в неделю продавали, то сейчас уже продают по 50-60 упаковок в неделю. Подобные рейды по мониторингу аптечных сетей в рамках партийного проекта «Народный контроль» будут продолжены. Наталья Матюшкина, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Продолжение следует...